Короче, я нахожусь в Рино. Это городок, который, естественно, послужил прообразом Нью-Рино из Фаллаута второго. Я примерно на том же месте, где и в Фаллауте, когда первый раз ходишь в городок, стоишь там в перекрестке. За мной какой-то пустырь, там еще паркующая машина, ее потом украдывают. И здесь вот это казино, я думаю, это прообраз Деспирадос. И я стою на Virgin Street, соответственно, впереди меня будет значок Рино, так же, как в Фаллауте. Проходишь немножко вдоль казино и приходишь к этому знаку. Сейчас тут вместе погуляем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Так, вот оно, знаковое место. Надо как-то под ним пройти. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Мне кажется, это прообраз Деспирадос в игре. Здесь это казино стоит с 1895 года и называется «Silver Legacy», потому что основано чуваком, каким-то серебряным бароном, Сэмом. И вот здесь вот под куполом, внутри казино, на самом деле находится машина для добычи серебра. То есть он был владельцем серебряной шахты. Очень разбогатил под конец жизни. Там деньги уже не знал, куда девать. Вот, но сохранил, дружил с Эйфелем, и эту машину, которая там находится, в общем-то, ему помог спроектировать Эйфель, что существенно улучшило выхлоп, так скажем, этой сильной шахты и сделало его еще более богатым чуваком. И он под конец жизни там тупо путешествовал по Азии, Европе, и, в общем-то, здесь особо и не появлялся. Следующее казино – это Эльдорадо. На самом деле оно вместе соединено с этим «Сильвер Легаси», и оно весь огромный комплекс принадлежит этому «Цезар Ревордс», огромная корпорация по интертейменту. Ну вот мы как бы прошли дальше немножко по этой «Верджин Стрит», и видим этот замечательный знак. Вот, к сожалению, в нем он не светится, поэтому, в общем-то, довольно непримечательный. Но, тем не менее, я попробую что-нибудь смонтировать интересненько с «Фоллаутом» и «Ночью». И дальше, если идти по этой «Верджин Стрит», там, по идее, где-то должен быть прообраз этого «Шарк Клаба», который принадлежал семье Бишоп в игре, и слева «Сальваторс Бар». В общем, посмотрим, погуляем. Эта гостиница называется «Витни Пик». И вот вся стена, так сказать, в штуках для скалолазания. Мне интересно, это реально можно по ним залезть или это чисто декорация. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok «Тумбочки» в виде фишечек для казино. Ну вот, мы дошли до пересечения «Верджин Стрит» и «Секонд Стрит», второй улицы. Вот, возможно, вот это вот слева, «Кал Нева», история Калифорнии, Невада. Это прообраз «Сальваторс Бара» или, может быть, вот тот, где «Лоунс» написано. А прообраза такого ярко выраженного «Шарк Клаба» я особо-то и не вижу. Уличное искусство. Кстати, вот здесь тоже видны подтеки такие, краски. Но при этом здесь как-то больше смысл, что ли, мне кажется, чем на той картине в Сан-Гиеве. Вот, давайте посмотрим. Центральная пешеходная улица, если приедется, нарисована железная дорога, потому что на самом деле под нами рельсы и действительно железная дорога. Мы живем где-то вот тут вот. В общем, не знаю почему, но может действительно я тогда в свое время кулал переграл, но очень полное ощущение, что городок немножко живет какую-то пускъядерную жизнь. Очень много закрытых бизнесов, каких-то пустот, старых отелей уже таких тоже, не знаю, то ли после ковида, то ли чего. Полное ощущение, что есть вот эти два с половиной казино, в которых ты как бы там чувствуешь себя как цивилизацией, а вокруг такая небольшая разруха. В общем, похоже действительно на это. Возможно, постъядерный сценарий. Электронетик. Речка Тукка. Источник воды для Арина течет с гор Истаха и впадает в какие-то озера пирамид. Вокруг нее организовали такой небольшой тут островок, на нем организовали общие, так сказать, зоны. Все довольно так чистенько, аккуратненько, со всяким стрит-артом. Прикольно. 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 Продолжение следует... 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 В общем, где-то бассейн, всякие спа-процедуры, туннельчик туда к бассейну, фитнес-центр, салон, регистратура, можно записаться на всякие истории, приобрести сувенирчики. Пенетрины, средствами по уходу и куча лифтов. Прикольно оформленные светильники. Прикольно оформленные светильники. Наставили кучу будок с селф-регистрацией. Все равно потом приходится идти к человеку, чтобы поменять номер. Как-то все это сделать. Нам повезло, нам с 17-го поменяли этажа на 35-й. Классно. Попался очень дружелюбный сотрудник. Пенетрины, средствами по уходу и кучу по уходу и кучу по уходу. Пенетрины, средствами по уходу и кучу по уходу. Пенетрины, средствами по уходу и кучу по уходу. Об уровне сервиса. Сейчас попросили дополнительное дикав кофе, чтобы мы слишком нервные пить нормальные. спустились как вниз на лифте ресепшн во первых там день кого нет вторых успели подняться наверх нам уже в дверь стучат от меня от до 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 Продолжение следует...